Ну что ж, недалеко мы сейчас отправимся из Словении, отправимся из Словении в Черногорию, еще одна небольшая республика бывшей Югославии. Будем договориться с Светланой Бариной, директором компании Montbell из Черногории. Светлана к нам сейчас подключается. Ну а я пока несколько минут у нас есть, несколько секунд, пока Светлана приключается, расскажу о наших ближайших вебинарах, которые пройдут у нас до конца этой недели. Завтра не в 13.00, обратите внимание, а в 16.00 мы будем беседовать с нашими экспертами о программе EB-5, американской миграционной программе. Будем разговаривать о ней довольно подробно. Тут, собственно, потому что с другим континентом будем разговаривать. И начало нашего вебинара завтра не в 13.00, а в 16.00. Светлана, здравствуйте. Видите, слышите меня? Здравствуйте, Филипп. Здравствуйте, зрители, зрители, зрители вебинара. Добрый день. Видите, слышите. О втором вебинаре я тогда расскажу чуть-чуть попозже. А сейчас, Светлана, давайте рассказывайте, что там сейчас у вас интересного происходит. Новость из Черногории, что 20 мая вроде открылись аэропорты. Вот это, по-моему, новость. Так, новость, она пока немножко с ограничениями. Аэропорты открылись, но летают пока джеты, маленькие самолеты, которые не все могут себе позволить. Но ожидается с 1 июня уже открытие перелетов с ближайшими нашими балканскими странами. Сербия, Босния. Вот здесь вот открываются границы уже полностью. Значит, и с 15-х чисел уже анонсируют перелеты и другие страны. Вот в частности, аэротревел в Беларусь с 16-го числа. По-моему, и российские какие-то тоже компании. Они пока, может быть, и есть, но у нас пока такой циск. Да, к сожалению. То есть они, может быть, к вам-то и долетают, но они от нас не вылетают. Так что так как-то получается. Скажите, пожалуйста, вот хорошо прошло эти два месяца. К чему рынок пришел сейчас? Как вы его видите? Что спрашивают, что продают? Значит, рынок два месяца, можно сказать, спал весь, кроме меня, наверное. Запросы все равно идут, работаем. Сейчас наша работа стала более творческой. Теперь мы делаем видеоконференции, снимаем видеообъекты, монтируем. То есть просто уже мы специалисты такого широкого профиля. Ну, это даже интересней. Конечно, меньше было запросов. Более качественные стали запросы. И намного больше интересуются домами люди. Есть такое тоже, как вот и в Словении. У нас тоже есть такая тенденция. Скажите, если мы говорим о желании людей получить скидки, в такие периоды оно совершенно естественное, когда ситуация не очень хорошая, логично предположить, что цены будут снижаться, и люди хотят ощутить это снижение. Вот что-то уже сейчас можно предложить массово или по большому счету от чего 15 марта мы ушли, к тому мы там 25-26 в нашем случае мая и пришли? Да, в общем-то мы, что касается уровня цен в Черногории, все осталось абсолютно на том же уровне, ничего не подешевело. Ни от частных владельцев недвижимости, ни от застройщиков. Но у нас есть другая тенденция, и мы сейчас очень плотно прорабатываем со всеми владельцами и застройщиками рассрочку платежа. То есть в данной ситуации, когда отложенный спрос, и как бы все понимают, что все равно жизнь вернется на круги своя и пойдут дальше все потоки денег, заработки, все восстановится, в данном случае многие предлагают хорошие рассрочки платежа. Но рассрочки вы говорите именно о застройщиках? Нет, то же самое, то же самое абсолютно и владельцы, некоторые владельцы недвижимости со вторички, со вторичного рынка, они тоже идут на рассрочки. Ну то есть это каким-то образом связано с тем, что продавцы, то есть покупатели, как бы не готовы рисковать, у них аппетит к риску снизился, или это просто такая вынужденная мера, чтобы цену не снижать, но все равно продать? Ну в общем-то да, отчасти эта мера вынужденная для того, чтобы сподвигнуть человека приобрести именно сейчас. Да, вот пока есть клиент, ему нравится, он выбрал объект недвижимости, и отчасти, да, и возможности покупателя, то есть, да, обе стороны здесь, конечно, играют роль. Окей, Светлана, вот я прочитаю сейчас одну новость, она пришла от Монстат, это вот агентство Черногорского, которое фиксирует цены на новые недвижимости, потому что по вторичке по Черногории статистику всегда найти очень тяжело, но вот... Объясню потом почему. Давай, давай, объясните, даже интересно. Интересно, да, вообще в целом по статистике в Черногории это, как вы говорите, средняя температура в больнице. Почему? Очень маленькая страна, очень мало земли, земля очень дорогая, и в зависимости от того, где находится объект, решается все. Близость к городу, близость к мою, близость к горам, то есть все объекты индивидуальны абсолютно. Вы не можете найти вот даже в одном городе два, даже квартирных дома, мы не говорим о частной застройке, и сравнить их по одним и тем же параметрам, где-то будет свой какой-то вот индивидуальная особенность, которую, понимаете, то есть все, и, соответственно, статистику здесь среднюю вывести будет сложно, потому что характеристики у всех объектов индивидуальны. Ну вот, тем не менее, значит, данные официального статистического вермства Монстат, что в первом квартале 2020 года средняя стоимость новых апартаментов уменьшилась на 8% в годовом исчислении, но при этом наиболее сильное снижение в центральной части страны, на севере страны, и, да, а в курортном регионе она составила сейчас 1360 евро за квадратный метр, и вот она практически не изменилась. Ну, то есть, ну, я не знаю, вы, наверное, все равно же в основном занимаетесь, тем более работая с иностранцами, более курортной составляющей, да, то есть глубинка в данном случае может оказаться чуть-чуть, оказывается в менее выигрышном положении. Ну, очень сложно здесь, глубинку какую мы берем здесь, вы понимаете, на севере Черногории есть такие курорты, как Жабляк и Калашин, которые сейчас абсолютно по той же цене практически, что и Приморье продаются, да, и весьма спрашиваемый, и очень активная застройка там ведется. Поэтому, если, может быть, это глубинка, мы берем границу с Сербией где-то, там, Белогорода. Ну, я думаю, что глубинка, имеется в виду глубинка от Адриатика, скорее всего, в эту сторону. Да, ну, в эту сторону, вот я и говорю, есть Жабляк, есть Калашин, это горнолыжные курорты, которые на севере Черногории в горах, и там недвижимость и цены на землю приближаются к стоимости на побережье, и я об этом сейчас и говорю. То есть здесь неправильно, да. Ну, Монстат, как говорится, черногорская статистика, это как любовь к черногорскому кофе. Да, это лучше приехать и самому все проинспектировать. Ясно. Вопрос от Анны, такой уже довольно профессиональный, что в Плужине огромные земельные участки, нет объявлений по недвижимости практически там, только огромные земельные участки. Нет предложений или нет спроса? Так, вопрос еще раз, не вижу в интернете объявлений по недвижимости в Плужине. Зачитываю вам, не вижу, значит, вы не читаете, вы на меня смотрите, а я вам его зачитаю. Не вижу в интернете объявлений по недвижимости в Плужине, кроме огромных земельных участков. Нет предложений или нет спроса? Нет, первое, нет спроса, конечно же, да. Второе, что огромные, почему они огромные вопросы, я правильно понимаю? Ну, в том числе, да. Видимо, это чье-то наследство, которое выставляется, а делить его частями, ну, поделить человек, но никто это участие, ну, продаст он кусочек, а с остальными что он будет сделать? То есть у него цель стоит взять и продать все это целиком. Вопрос от Сурена. Сурен, я попрошу вас немножко конкретизировать, мы обязательно на него ответим. Рассейте, пожалуйста, миф по поводу получения вида на жительство. В чем миф? И тогда мы его с удовольствием или рассеем, или подтвердим. Да, никаких мифов здесь нет. Это, в общем-то, Черногория на основании владения недвижимости. Любой иностранный гражданин, приобретя недвижимость, имеет право приобрести как физлицо недвижимость Черногории и на основании этого получить вид на жительство в Черногории. Кроме того, наша компания, мы себя позиционируем как компания полного цикла, мы же нашим клиентам бонусом делаем вид на жительство при покупке недвижимости в Черногории. А вот я могу сейчас больше говорить про Турции, если мы говорим о Турции, да, огромный спрос и интересы, рост спроса, он вызван в том числе возможностью эмиграции. Это не значит, что люди прям хотят уезжать, но они хотят иметь возможность переехать в какую-то страну, где их никто не будет ограничивать сроком проживания. Вы видите последний месяц, два, три такую тенденцию? Или, ну, по крайней мере, по запросам? Или люди все равно изначально говорят о недвижимости, а история с ВНЖ их интересует постольку, поскольку в Черногорне? В общем-то, параллельно, да. Я не вижу так, чтобы только из-за ВНЖ кто-то хотел купить недвижимость. Нет, нет. То есть там как бы параллельно два вопроса идут. Окей. Давайте тогда сейчас перейдем, Светлана, к тем объектам, которые вы приготовили. Вот те предложения, которые, на ваш взгляд, сейчас могут быть интересны. Но, насколько я понимаю, вы же еще и сами строите, поэтому тут объекты, в том числе, которые вы готовы предлагать по строительству. Это у нас Словения, а дальше у нас идет Черногория. Пожалуйста, вилла в Шушене. Пожалуйста, в двух словах, что это такое, какова история объекта и так далее? История объекта такова. Значит, мы, проработав определенное количество, 7 лет на рынке Черногории, было много запросов от клиентов. Ну и, в общем-то, сами прожив в Черногории уже довольно приличное время. И изучая запросы, клиенты приезжали, которые хотели приобрести хорошие виллы с достаточно приличным участком в Черногории. И, кстати, приличный участок, это уже вот 4 соток земли, вот, и земля считается по квадратным метрам, продается. Значит, вот приезжали люди, которые хотели приобрести дом с просторными комнатами, а здесь во многих принято в домах спальня 3 на 3, 3 на 4 метра, да? Чтобы дом был теплый, чтобы был участок с садом, чтобы был бассейн, какие-то такие элементарные требования, да? Там городская вода, канализация, быстрый интернет, там, то есть, ну, все, что для жизни мы привыкли в своих странах, человек хотел увидеть здесь, плюс еще под солнцем и у моря. И бюджеты у людей очень были хорошие, неплохие, да, но здесь такого, к сожалению, чтобы сошлись все звезды, сложно подобрать. Значит, ну, и мы решили заняться, вот, инвестировать, значит, сами инвестируем в этот проект и привлекаем еще людей к инвестициям, потому что сейчас у нас в распоряжении большой участок земли, довольно-таки 3600 квадратных метров. Мы построили уже две виллы, они готовы полностью, вот сейчас их можно увидеть, и на вашем сайте есть полная информация, значит, которые отвечают всем этим требованиям. В двух словах, Бар, Будва, все знают, вот это место, понятно, знают меньше, в двух словах, где это, что это? Да, значит, Шушань, это район города Бар, когда мы въезжаем со стороны Будву в Бар, то мы сначала, вот у нас по левую руку идут пляжи с Пасновым парком на берегу, а по правую руку у нас как раз начинается район Шушань, то есть это самый, в городе Бар, это самый близкий к пляжам район города Бар. Со своей инфраструктурой, есть здесь и школа, есть и маркеты, все магазинчики. Окей, давайте по второму объекту, а потом по первому у меня еще будет, наверное, может быть не только у меня, но у меня точно будет пару вопросов. Хорошо. Давайте, а вот мы уже и в баре. Так, сейчас мы про инвестиционный проект, да? Да, 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 да. Значит, на сегодняшний день предлагаем, кроме продажи этих двух готовых вилл, очень выгодное предложение по инвестированию, то есть возле этих двух вилл, следующий участок под застройку у нас размером 663 квадратных метра. Значит, он видовой, с видом на горы, с видом на море. Вот сейчас мы видим уровень над морем, это 50 метров над уровнем, высота над уровнем моря 50 метров. Под застройку точно такой же виллы, как первые две, они идентичны. В каждой вилле у нас по 4 спальни просторные, просторный холл, гостиная. Значит, срок реализации строительства, да, вот как и заявлено, 6-9 месяцев, зависит от того, попадаем ли мы на летний туристический сезон. В туристический сезон в Черногории строительство запрещено. И, значит, вот подобную виллу мы можем построить по стоимости участка, плюс сама вилла все вместе получается с землей 315 тысяч. В этом случае получается современная вилла, теплая, с использованием современнейших технологий. У нас установлены тепловые насосы на обогрев и на охлаждение, фанкойлы, бассейны с массой аттракционов. Большой участок по черногорским меркам, опять же. То есть, получив виллу за эти деньги 315 тысяч, готовую ее можно продавать в районе 500 тысяч. То есть, это рыночная цена. Но интерес, в первую очередь, к такого рода объектам, на ваш взгляд, он все-таки у инвесторов? Нет, не обязательно только у инвесторов. В случае инвестиций предлагаем такой вариант. То есть, как мы видим, наш комплекс в развитии и далее. Значит, виллу можно сдавать в аренду. В Черногории очень востребован сегмент арендного жилья, как виллы целиком. То есть, люди, приезжая к морю, очень часто хотят снять, допустим, на все лето, на месяц. Приватность иметь. Не апартаменты вот эти, гостинички где-то, а они снимут машину, будут ездить, но у них будет своя территория, где бегают дети, солнце, бассейн, все отдыхают. Очень востребованный сегмент. И по стоимости он сравним с мини-апарт-отелем при аренде. То есть, мы одну виллу можем сдавать в аренду за ночь от 350 евро. То есть, а это равняется 10 апартаментам. Светлана, давайте все-таки вот мы сейчас ответим на целый блок вопросов. Давайте, да, конечно. Они связаны все-таки вот с ВНЖ. Интересно. На самом деле вопрос очень простой, по всей видимости, просто не все наши зрители верят, что в Черногории сумма, по которой можно получить ВНЖ в Черногории, она не оговорена. То есть, условно говоря, вы купили, вы старались собственникам недвижимости, и это есть единственное основание для получения ВНЖ. Правильно? Давайте поясню. Да, в Черногории нет минимальной суммы, от которой вы должны купить недвижимость для того, чтобы получить вид на жительство в Черногории. Есть ограничения в том, что вы не можете оформить недвижимость, как это было ранее, там, одну квартиру на троих, на пятерых. В этом есть ограничения. Можно только одну вторую, и то при условии, что это близкое родство. То есть, допустим, муж и жена, дочь и мать. Вот такое самое близкое родство. В этом случае и один, и второй получает на жительство. По сумме ограничений нет. И это обязательно должна быть жилая недвижимость. То есть, когда говорят, что по сумме ограничений нет, это, насколько я понимаю, в данном случае, в буквальном смысле. То есть, вам не скажут, что, ну, все равно немножко дешево. Нет, нет. В некоторых странах, где официальная история не оговорена, но уж совсем ты не можешь купить. На сегодняшний день пока что в Черногории так, да. Вопрос по поводу вашего проекта. Вот тот архитектурный проект, который вы представляете, можно ли его каким-то образом корректировать? Или просто вот есть такой вариант, который вы предложили, и все? Можно, конечно. У нас предусмотрены и квадратуры, если заработано от 130 квадратов. Можно, без вопросов. Есть на 170 квадратов, на 200 квадратных метров. То есть, можно, да. Окей. Давайте тогда вот о чем. Вы сейчас показали пример вилл, ну, одиночных, да. Но вот, опять же, каюсь в Черногории не был, могу заблуждаться на этот счет, но я говорю о своих ощущениях, поскольку информация истекается очень много. Так вот, мое ощущение, что черногорский рынок, он начал очень сильно меняться вот в какую сторону. Еще там 6-7-10 лет назад это были небольшие компании, которые в массе строили небольшие объекты, потому так и получилось, что ничего единого нет, да, как вы сказали, один объект не похож на другой. Тенденция последних нескольких лет Черногорию, ну, сам, то ли черногорские власти, то ли черногорские застройщики крупные пытаются не просто сделать, а делают вот некой жемчужиной Адриатики элитка. То есть, элитная недвижимость, большие элитные комплексы. В какой степени вот это наблюдение верно? В какой степени получается, что рынок Черногории уходит от своей пестроты в адрес чего-то такого масштабного, если мы говорим про новостройки? Смотрите, первое, значит, извините, чуть-чуть вернусь. У нас тоже не единичная вилла, у нас комплекс, то есть у нас это все на одной территории находится. Значит, и да, в Черногории сейчас строится много жемчужин таких на побережье, в разных городах, потому что это востребовано, да, и в Черногорию сейчас больше поехало европейских каких-то клиентов, есть из Америки клиенты, которые хотят приобрести, люди привыкли к комфорту. И у них должно быть под присмотром их дома, квартиры. В этих комплексах предлагаются и магазинчики свои, да, маркеты какие-то там и развлечения. То есть обслуживание, комфорт, это придет к комфорту. То есть купить домик пенсионеру отдельно стоящий – это одно. А другое дело, когда предлагается еще и комплекс каких-то услуг, ну, люди привыкли к комфорту, они хотят того же и здесь, на отдыхе. А ваши ощущения, а в какой степени Черногория реально готова к тому? Потому что одно дело заасфальтировать или сделать комфортный там участок в нескольких гектарах земли и построить на нем действительно изумительный курорт, благо виды во все стороны могут открываться потрясающие. И совсем другое дело, ну, там, создать какой-то оазис размером со страну. Все-таки Черногория и цивилизация – это не совсем тождественные понятия. Да, не совсем тождественные понятия. В общем-то, я хочу сказать, что люди сейчас и стремятся немножко уехать от благ цивилизации в таком большом масштабе, да, здесь тихо, спокойно. Да, здесь минимум тех благ, опять же, к которым мы привыкли, но этот же минимум, он достаточный. То есть нету, ну, не совсем, ну, то есть можно как-то развить эту тему, но… Давайте так, вот вы видите, что за последнее время Черногория действительно цивилизовалась. Если да, то в чем это? Цивилизовалась, безусловно, меняется, много меняется. Улучшается сервис, улучшается то, чем всегда хромало, да. Начиная от обслуживания в ресторанах, кафе, меняется сейчас. Города озеленяют, чистые стали, чистые города, особенно сейчас, после вот этих двух месяцев карантина, очень везде чисто. Озеленение, коммунальщики очень хорошо работали весь этот период, пока мы сидели по домам. Значит, дороги меняются, много меняется, фасады старых югославских домов. Окей, смотрите, есть ли какие-то выгодные проекты, запрос из чата для инвестирования, апартаменты для инвестирования с целью последующей сдачи в аренду моря? И вообще, корректно ли сейчас говорить, в какой степени корректно сейчас говорить про перспективы аренды? Насколько людей сейчас это смущает? Вы знаете, что аренда в любом случае перспективная. Черногория ожидается, что с 15 июня все-таки откроют границы. Значит, комплексы, да, есть такие очень востребованные, есть даже на первой линии, где можно на сегодняшний день приобрести в рассрочку даже, повторюсь, для тех, кому это необходимо, студии на первой линии в строящихся домах от 75 тысяч евро. Окей, вопросы с Facebook от вашего коллеги из Таиланда. Карен, приветствую. О какой чистой доходности можно говорить на примере вот той виллы, о которой вы приводили как первый пример, 450 тысяч. Сколько можно заработать реально чистыми в год? Давайте еще раз тогда просто ее покажем. Смотрите, здесь мы доходность будем рассматривать с точки зрения либо сдачи в аренду, либо перепродажи, да. Как мы видим наш комплекс, мы готовим виллы полностью под сдачу в аренду, но и в то же время предлагаем виллу на продажу, то есть это на усмотрение инвестора. Если мы будем говорить о сдаче в аренду, то речь идет от примерно до 10% годовых. Если про перепродажу, то есть мы строим с нуля, если мы говорим про инвестиции на стадии застройки, да, и перепродажи, то до 25%. Ну, смотрите, 10% это просто... Ну, 25% это уже не годовых, это уже просто с момента вопроса... Да, да, да. Еще, так что тут надо осторожненько смотреть. Скажите, вот вопрос пошел... Так, 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 так. Сейчас просто сориентируюсь, потому что вопросов уже было довольно много, и я очень рад, что у нас такая оживленная переписка. По Черногории. По Черногории это здорово. Расскажите, а вот все-таки реально 10% вы... Эти виллы, они рассчитаны на сдачу все-таки в сезон. Это же там 3-4 месяца. Да, да. Вы знаете, что мы не берем вот этот вот год в расчет, но последние годы в Черногории сезон начинаются уже с майских праздников. И на новогодние праздники очень много людей приезжает. Очень много. То есть если мы вот рассматриваем наш город-парк, где мы предлагаем наши дома, то на каждые вот каникулы минимальные 3-4 дня полный город людей. То есть очень хорошо общественно, кстати, бара последние годы работает по привлечению туристов. На каждый праздник тут концерты, приглашаются из Белграда и оркестры, и очень интересно все обставляют. Скажите, тогда текущая арендная ситуация, ну потому что сезон до сих пор находится под определенным давлением, очень много разных «но». Что происходит сейчас, особенно с теми объектами, ну если вы какие-то объекты предлагаете, люди с какого времени их начинают снимать и так далее? В Черногории, в общем-то, только по виллам бронирование начинается еще с зимы, да, с февраля, там, с января месяца. Что касается апартаментов, то почему-то буквально вот, ну исторически, я не знаю, почему так сложилось, большинство клиентов арендуют прям непосредственно перед выездом, там, за две недели, за неделю. Хотя на самом деле летом все уже сдано обычно, и сложно найти хороший вариант. Ну то есть вот сейчас на что могут рассчитывать, ну те, кто владел там квартирами несколько лет, и кто сдавал их более или менее успешно? Вот в текущий сезон, как бы вы оценили его перспективы сейчас? Да, ну, конечно, сейчас можно пробовать сдавать долгосрочную аренду. Я думаю, что как только откроются границы, многие люди поедут в Черногорию, так сказать, на подольше, пережить все эти трудности. Но и сезон будет, потому что в любом случае приезжают и сербы, и из соседних стран очень много туристов приезжает. Даже с севера Черногории каждые выходные у нас полные пляжи уже сейчас. Окей. Ну и тогда давайте, вы сказали, мы начали с того, что цены практически не изменились. Да. То есть вы не заметили, что там что-то стали предлагать более активно. При этом, ну, опять вот процитирую рейтинг S&P, правда, здесь конкретно Черногории не упомянуто, но оценивая текущий сезон, S&P говорит о том, что снижение цен в некоторых странах будет до 3-3,5% называют. Те страны, о которых мы поговорим чуть позже, да, а вот, например, в Швейцарии, правда, в Швейцарии ожидают рост аж на полпроцента. Так вот, в двух словах, ваше ощущение, как это будет к концу года? Что-то появится или, по большому счету, вот как есть сейчас, в таком же замороженном состоянии, все подойдет и к концу сезона? Вы знаете, Филипп, проанализировать рынок Черногории несложно, и по вашему сайту, и по нашему, и по каким-то другим. Очень низкие цены в сравнении с любым соседним государством Европы, очень низкие цены, вы согласитесь с этим? То есть, да, поэтому, и учитывая то, что на сегодня объявлена наша страна, единственная страна в Европе, корона фли, то, что страна идет семимильными шагами в Европу, в Евросоюз, ожидается вступление в 2025 году. Страна очень маленькая, опять же, объектов мало, земли мало нету, я не вижу никаких предпосылок к тому, чтобы цены падали, я вижу только то, что они могут постепенно расти, как и все у нас в Черногории делается по лаку, но рост есть и рост будет в любом случае. Окей, ну и тогда все-таки я вот тоже, когда меня называют двузначные цифры в процентах по доходности, меня это всегда смущает, и, видать, не только меня. 10%, когда мы говорим с чистыми, 10% это именно чистыми, или это до уплаты налогов, просто уж слишком фантастическая цифра получается? Ну, смотрите, что уплата налогов в Черногории с туристического бизнеса, да, вот когда частное лицо сдает в аренду, он платит ежегодную туристическую таксу, которая зависит от койко-мест. Понятно, что в виллу не наставишь 50 койко-мест, а при сдаче в аренду объекта, которого размещается до 15 койко-мест, то платит за 100 евро в год. Нет, понятно, вопрос-то в другом. Вот когда вы называете цифру в 10%, да, Максим, я про Индус чуть позже скажу, спасибо, я увидел ваш вопрос, это уже ко мне скорее относится. То есть вот 10% за виллу, которая стоит 450 тысяч, это означает, что вы видите реальную возможность после вычета всего, чтобы у собственника осталось 45 тысяч евро. Какова должна быть сдаваемость? Ну, да, здесь мы говорим до 10%, единственное потому, что, опять же, сезонность, да, вот какой будет сезон в этом году или какой следующем. Но можно, опять же, и мы еще даже не учитываем то, что и в долгосрочную аренду можно займой тоже сдавать виллу. Ну, то есть 10% вот такая, ну, назовем так идеальная ситуация, когда она сдана краткосрочно, но практически на весь срок. Да, скажем так, да. Практически со 100% заполняемостью, ну, такая идеальная, но все-таки картина. Ну, что ж, окей, дорогие друзья, контакты компании Монтбелл, где работает Светлана Барина, сейчас мы опубликуем. Светлана, спасибо вам огромное. Иван, Филипп, спасибо, большое спасибо всем слушателям. Пожалуйста, обращайтесь по ВНЖ, надеюсь, тоже частично на вопросы ответили. ВНЖ, иммиграция, да. Стараемся все охватить. Пожалуйста. Спасибо вам огромное. Спасибо, до свидания.